Друзья, всем привет! Ну что, продолжаем радовать вас новинками. И на этот раз у нас крайне необычное и интересное устройство – Xiaomi Mi Mix Fold. Новинку презентовали 30 марта, а сегодня я уже держу её в руках. Спасибо Василию. И вы знаете, тут есть о чём рассказать. Простой распаковкой дело не ограничится. Расскажу обо всех плюсах и минусах подробно. Погнали! Но для начала распаковка. Большая чёрная коробка. Открывается классно. Внутри всё в отдельных боксах. Выглядит всё дорого. Видно, что старались. Что в комплекте? Помимо смартфона мы видим кабель Type-C Type-A, переходник на миниджек, зарядку на 67 Вт и чехлы накладки на обе половинки. Накладки защищают очень условно. Спинку ещё куда ни шло. Переднюю панель я бы таким пластмасском не доверил. Максимум спасёт от царапин. Теперь внешний вид. Ну, необычно, я бы сказал. До этого я не держал в руках аппараты с раскладным экраном. И скажу, что телефон не маленький. Точнее Mi Mix Fold постарались сделать довольно узким. 70 мм. Чтобы его можно было держать в одной руке. Но толщина и вес дают о себе знать. 17,2 мм в сложенном виде и 317 граммов. Поверьте, это много. Спинка глянцевая, стеклянная. Модуль камеры прилично выпирает. Дизайн напоминает тот же Mi 11 Ultra. Спереди же мы видим экран и фронтальную камеру. Рамки тут, конечно, не маленькие. На фоне текущих флагманов внешний дисплейчик смотрится куцевато. На фоне того же OnePlus 9 Pro у Fold'а не рамки, а рамища. Пользоваться телефоном одной рукой можно. Экран-то узкий, соотношение сторон 27 на 9. Но не покидает ощущение излишне маленького дисплея при больших габаритах смартфона. По разъёмам ничего необычного. Type-C для зарядки ИК-порт. Мини-джека нет, но на гранях расположено аж 4 динамика от Harman Kardon. Об этом позже. Диода уведомлений нет, но есть хорошо настраиваемый Always On. Можно выбрать внешний вид и задать время работы по расписанию. Или постоянно. Сканер отпечатка пальцев находится в боковой клавише. Срабатывает просто моментально и от малейшего касания. 10 раз из 10. Тут вопросов нет никаких. Идеальный сканер. Далее. Телефон для китайского рынка, поэтому русского нет, но английский проблем не доставляет. Google сервисы вшиты. Ставите Play Market и дальше никаких вопросов у вас не будет. Google клавиатура, YouTube, Gmail. Всё работает отлично. Звонилка синхронизировала контакты без проблем. Есть и запись разговора из коробки. Это очень хорошо. Телефон реально пригоден для использования на нашем рынке без особых танцев с бубном. Google Pay также работает. Карта добавляется. Проверил. Оплата проходит. И раз уж заговорили об оплате, хочу рассказать вам о новой дебетовой карте Тинькофф Банк. Карта имеет три варианта дизайна от Lazy Square на выбор. Мне особенно понравился вариант из будущего. А также очень хорошие условия. Как обычно, 1% кэшбэка на все покупки. До 15 на 3 выбранные категории. И до 5% годовых на счёт. Плюс переводы с карты по номеру телефона без комиссии. Как и снятие наличных в любых банкоматах мира. А конкретно по этой карте у вас будет ещё и 20% кэшбэк на игры в Steam, Xbox и других магазинах. 15% на Яндекс.Еду и Delivery Club. А также 10% на покупки в App Store, Google Play, Spotify и YouTube. Я много лет пользуюсь дебетовой картой Тинькофф Банка. Так что на личном опыте рекомендую. Ссылку оставлю в описании. Переходите и оформляйте. Ну а нам пора двигаться дальше. Теперь самое главное. Дисплей. Внешне имеет диагональ 6,53 дюйма и разрешение 2520 на 840 точек. Это OLED. Развертка 90 Гц. Сам экран неплохой. По идее вы будете пользоваться им на ходу, когда нет возможности раскрыть телефон. Ну или позвонить, поснимать на камеру. Большой дисплей для этого не нужен. 90 Гц в общем-то достаточно. Цветопередача радует. А вот яркости хотелось бы немного больше. Максимум 640 нит. И как я не старался, на ярком свету повышаться она не хочет. Минимальная же адекватная. 0,8 кандел на метр квадратный. Касаемо шим. Он есть и немалый. На высокой яркости коэффициент пульсации около 19%. На низкой доходит до 70. Благо в меню можно активировать DC димминг. И тогда вопросов становится меньше. Коэффициент падает до 20% максимум. Но всё равно на высокой яркости могло быть поменьше. Теперь пора раскрыть аппарат и посмотреть на основной дисплей. В таком виде толщина Mi Mix Fold уже 7,62 мм. Шарнир тугой. Гарантирует 200 тысяч сгибаний. Две половинки в сложенном виде не соприкасаются полностью. Плюс по контуру есть небольшие резиновые выступы. Что по идее должно уберечь экран при складывании. Никакого люфта я не заметил. А вот изгиб экрана виден. При желании найти его не сложно. Хотя во время использования на этот момент почти не обращаешь внимания. Особенно если перевернуть аппарат. Под прямым углом он вообще не заметен. Руками конечно немного чувствуется. Но меня это совершенно не беспокоило. Но это ладно. Меня больше огорчили параметры основного экрана. Амолед. 8 дюймов. 2480 на 1860 точек. Соотношение 4 к 3 и развертка 60 герц. В телефоне основной фишкой которого является экран поставили матрицу на 60 герц. Xiaomi у вас точно всё хорошо? Да и разрешение по текущим меркам невероятным не назвать. Как итог, меня избалованного 120 герцовыми QHD плюс матрицами, этот дисплей особо не впечатляет. Нет, по картинке он хороший. Углы обзора, цвета. Но вот скролл, анимация, всё это на 60 герцах уже не то. При этом тут датчик света уже имеется. И яркость выше. В ручном режиме те же 640 нит. На ярком свету доходит до 930. Не рекорд, но достаточно. Ну и напоследок о дисплее. Шим тут будь здоров какой. А DC димминга на этом экране нет. Заходим в настройки, а пункт меню недоступен. Пишет, что только для внешнего экрана. А коэффициент пульсации в пике доходит до 160%. Хотя на максимальной яркости мы видим хорошие 6%. В общем, противники Амолед вряд ли полюбят экран Mi Mix Fold. Ну да ладно, поищем плюсы от форм-фактора. Соотношение 4 к 3 не слишком подходит для просмотра фильмов. Но тем не менее, размер окна всё равно ощутимо больше, чем на обычном смартфоне. Плюс звук у Mi Mix Fold просто отменный. Сочный, громкий, глубокий. Ни один флагман стандартного форм-фактора так не звучит. Вообще, мало какой планшет так звучит. Правда, в альбомной ориентации вы закрываете пару динамиков руками. Надо либо держать его аккуратнее, либо смотреть не переворачивая. Но тогда картинка будет меньше. Попробуйте почувствовать разницу своими ушами. Далее. Сёрфить в интернете удобно. Браузер, соцсети – милое дело. Если, конечно, забыть про 60 Гц. Если открывать браузер на внешнем дисплее, то будет стандартный мобильный вид. И на фоне обычных флагманов удобством серфинг не отличается. Но если раскрыть телефон, браузер перейдёт в полноценный режим. Сверху вкладки, переходите между ними, листаете. Реально удобно и гораздо комфортнее. Правда, срабатывает не всегда. Иногда открывается мобильный вид. Любители Инстаграм особенно оценят почти квадратный экран Mi Mix Fold. Листать фото – одно удовольствие. Огромные, детализированные. Супер. Правда, со сториз какая-то беда. Открываются на полэкрана. Может, помогут обновления. Писать сообщения также удобно. Держишь двумя руками и погнал набирать текст. Никаких ошибок. Вибро приятное. Ощущаются постукивания. Честно говоря, мне реально понравилось пользоваться большим почти квадратным экраном. Жаль только, что в таком форм-факторе пока не избежать большой толщины в сложенном виде. Касаемо MIUI, небольшие отличия также есть. Обещали специальный десктопный режим, что-то а-ля Windows. Но, видимо, пока его нет. По крайней мере, на моём аппарате. Перерыл всё, что можно. Свайпил, искал в интернете. Не выходит. Наверное, добавят с обновлениями. Но можно, во-первых, делить экран пополам, что вас вряд ли удивит. Да и удобством, честно говоря, не блещет. Зачем вам две узкие полоски? А во-вторых, можно открывать программы в отдельном окне. Перетаскивать по дисплею, а также бесшовно передавать файлы. Просто перетаскиваете их куда нужно. К примеру, картинку в почтовый клиент. Или в мессенджер. Удобно. Теперь о производительности. Железо топовое. Snapdragon 888. 12 или 16 гигабайт оперативки LPDDR5. Основная память UFS 3.1. 256 или 512 гигабайт. Слот под симки двойной. Без поддержки карт памяти. Троттлинг тест Mimix Fold проходит уверенно. Сильно не греется. Частоты особо не сбрасывает. Что позволяет надеяться на хорошее поведение в играх. В Antutu он набирает 770 тысяч баллов. Это всё здорово. Цифры и правда хорошие. Но гораздо больше аппарат удивил меня на практике. В тяжелый Shadowgun Legends на ультраграфике за полчаса непрерывного боя батарея не нагрелась даже до 41 градуса. 40 после 20 минут. А на 30 вообще упала до 39. Ещё раз на ультраграфике. Ниже 60 фпс не было ни одного скачка. Ровная линия. Телефон в руках просто тёплый. Xiaomi хвастались своей системой охлаждения. И она реально работает. Это лучший показатель из всех протестированных мною устройств. На 888 снэпе никто не вел себя настолько стабильно. Ну и играть на таком большом экране понятное дело очень приятно. Плюс не забываем о шикарном звучании. Минус 1. Покрытие дисплея довольно мягкое. И олеофобки явно не хватает. Палет скользит тяжеловато. К этому надо привыкать. Да и тач тут на 120 Гц. Что касается автономности, то батарея на 5020 мАч. За полчаса просмотра YouTube уходит 5 процентов заряда. Полчаса игры в Shadowgun Legends 13 процентов. Плюс заряжается телефон очень быстро. Спасибо зарядке на 67 ватт. От 0 до 100 за 37 минут. А вот беспроводной зарядки нет. Это минус. Камеры. Три модуля. Но телевик с трёхкратным зумом выполняет также роль телемакро. Спасибо специальной жидкой линзе. Способной менять свою форму. Основная камера на 108 мегапикселей. Сенсор Samsung HMX. Без оптического стаба. Также в смартфоне есть ультра широкоугольная камера на 13 мегапикселей. С углом обзора 123 градуса. Оптического стаба конечно не хватает. Особенно телевику. Покажу сравнение фото с OnePlus 9 Pro. OnePlus часто делает более яркие кадры. Смотрятся они эффектнее. Но ошибается по цветам. Уходя в синий. Плюс заметен шарпинг. На шире кадры с OnePlus снова ярче. И снова более заметен шарпинг. Телевик у Xiaomi слабее. Часто проигрывает по детализации. Явно не хватает стаба. Но иногда выходят даже почти идентичные снимки. Впрочем, телевик и на OnePlus не блещет. Это мы уже знаем. Макро кстати весьма неплохое. Жидкая линза работает. OnePlus 9 Pro в макро на ряде снимков мне всё-таки показался интереснее. А иногда результат вполне сравним. Тест записи видео Xiaomi Mi Mix Fold. Съёмка веду в 4К 30 fps. Тест записи видео Xiaomi Mi Mix Fold. Съёмка веду в 4К 30 fps. По беспроводным интерфейсам всё на уровне. Приём 4G уверенный. Но вот 4G Plus почему-то включать не захотел. В этой точке некоторые смартфоны берут и 100 мегабит. Есть поддержка 5G, наличие NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6i. А вот к датчику приближения есть вопросы. Не уверен, что он вообще есть. По всем признакам работает отключение дисплея на основе гироскопа. А это ни к чему хорошему у Xiaomi никогда не приводило. Цены. Xiaomi Mi Mix Fold стартует с 1520 долларов за версию 12.256. 12.512 обойдётся в 1670 баксов. Есть также спецверсия с керамическим корпусом. 16.512 за 1980 долларов. И вот кажется, что очевидно, это очень дорого. И Mi Mix Fold это глубоко нишевое устройство. Но конкуренты дороже. Huawei Mate XS 8512 был анонсирован по цене 2500 евро. Это 3000 долларов. Почти вдвое дороже Xiaomi. В России его можно попытаться купить за 200 тысяч рублей. Что сейчас около 2500 долларов. А у него незабываем нет Google сервисов. Но вот с Samsung Galaxy Fold 2 уже не так просто конкурировать. Он также дороже Xiaomi. Зум там двукратный. Батарея меньше. Процессор предыдущего поколения. Хотя спасибо, что это 865+. Но зато на русском. Да и непонятно, сколько этот Xiaomi будет стоить, переехав через границу. Уверен, Xiaomi просто решили показать, что они тоже могут, как Samsung и Huawei. Это исключительно имиджевая история. Но если вам подходит подобный форм-фактор и вы искали нечто подобное, Xiaomi однозначно стоит рассмотреть наравне с Galaxy Fold 2. Основной для меня недостаток помимо толщины – экран на 60 Гц. Всё остальное я ему могу простить. Необычное, весьма спорное, но действительно интересное устройство. Теперь жду вас в комментариях. Как вам Mi Mix Fold? И жизнеспособен ли вообще такой форм-фактор? Пишите. Можете также посмотреть сравнение Redmi Note 10 Pro и Samsung A52. Или тест камер флагманов от OnePlus и iPhone 12 Pro. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого! До новых встреч!